От теплой погоды в лесах начался пожар. В Рязани введен режим чрезвычайной ситуации. Проводятся работы по эвакуации населения области. На место происшествия выехали оперативные группы. В администрации города развернут оперативный штаб. 9 часов 7 июня в одном километре западнее района Солоча произошел обнаружен очаг пожара, лесного пожара, площадь 20 гектаров. Распространение огня происходит в сторону оздоровительного лагеря «Сказка», лагеря «Смена» и лагеря «Исток». Вследствие сильного задемления и угрозы жизни здоровья детей, персонала необходимо провести эвакуацию детских оздоровительных лагерей. Сегодня, 7 июня, проходит эвакуация сразу трех детских лагерей. Это «Исток», «Сказка» и «Смена». Услышав сирену, дети должны моментально на нее отреагировать. Вожатые воспитатели организуют их и приводят в точку сбора. Воспитатели строят детей и проводят перекличку. Важно убедиться, что все они на месте. После этого воспитатели докладывают руководителю структурного подразделения лагеря о результатах проверки. Четвертый отряд построен, все дети прибыли на место эвакуации. Всего надо вывести почти 500 детей и около 200 человек персонала. Задача предстоит не из легких. Для эвакуации привлечены 8 автобусов, автоколонны 1310. Все они сняты с маршрута и едут в лагерь «Исток». По приезду дети под руководством вожатых идут за территорию лагеря. Посадка начинается с самого младшего отряда. А после опять перекличка. Борисова! Здесь! Бычкова! Здесь! Владсова! Здесь! Валикжанина! Здесь! Гаврилова! Здесь! Колонна автобусов уезжает. Ее сопровождают две машины ДПС с включенными проблесковыми маячками. Эвакуация произведена, детей посадили в автобусы и вывезли в город. Теперь здесь осталось только эхо от пустых коридоров. Правда, автобус всего один и едет он пустой. Тревога проводилась учебная и дети вернулись к своим делам. Автобусы же поехали в пункт временного размещения. В случае реальной опасности именно там дети смогли бы получить питание и предметы первой необходимости. Эти места – школы и гостиницы, договоры с которыми уже подписаны и они оповещены. Отработка планов эвакуации проходит с детьми в первый день их пребывания в лагере. Под строгим надзором воспитателей и вожатых. Дети должны знать в лагере все действия, которые должны выполняться при пожаре. То есть как они должны выбегать, как они должны строиться, как вожатые должны их пересчитывать, как они должны все стоять, передвигаться в автобусы. Дети должны все это знать. По ее словам, дети на такую тревогу реагируют спокойно. Старшие и младшие отряды четко выполняют отработанные заранее действия. Я думаю, что это правильно, что нас подготавливают к разным ситуациям. При пожаре нельзя волноваться. Если будет один раз такое случиться, мы уже будем знать, как эвакуироваться и быстрее будет. Я собралась быстренько. Я решила сразу взять телефон, чтобы папе сразу позвонить. И я быстренько построилась, и мы прошли вместе сбор для эвакуации. Я считаю, что это правильно, потому что надо подготовиться к настоящей эвакуации. Сейчас жизнь в лагере течет своим чередом. Дети играют в подвижные игры, будто бы никакой эвакуации и не было. Но теперь все действия четко отработаны. Ведь, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Субтитры создавал DimaTorzok